Всем привет! С вами канал магазина Икском и Мария. Сегодня мы проведем обзор ноутбука трансформера от компании Ирвис. Разложим его во всех плоскостях и четко определим, кому он пригодится. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. В прошлый раз мы сделали обзор сразу трех бюджетных ноутбуков от компании Ирвис. Ссылочку на обзор вы можете найти в описании к этому видео. Если вкратце, они показали себя неплохо. Сегодня же у нас в руках продолжение линейки NB от Ирвис, модель 1-2-3 в серебристом цвете. Ровный и аккуратный дизайн с закругленными краями. Корпус выполнен из пластика. Мощные петли здесь не просто так. Они позволяют трансформироваться ноутбуку и вывернуться ему, в буквальном смысле слова, наизнанку. Можете поставить его как книгу, а можете использовать основную часть как подставку, а можете совсем сложить. Тогда ноутбук превращается в полноценный планшет. То есть отключается клавиатура и тачпад. Сенсорный экран работает в любом положении. В режиме планшета клавиатура отключается автоматически. Вырубать вручную ее не придется. А теперь давайте рассмотрим начиночку. Итак, у планшета ноутбука Ирвис на борту имеется двухъядерный процессор Intel Celeron N3350 с частотой 1,1 ГГц. При этом в турборежиме процессор может разогнаться до частоты 2,4 ГГц. Оперативная память 4 ГБ DDR4. Жесткий диск 64 ГБ, но если открутить на обратной стороне крышечку, здесь мы можем обнаружить слот под M2. Таким образом жесткий диск возможно увеличить до 512 ГБ, что существенно приятнее. Видеокарта само собой интегрированная, Intel HD Graphics 500, ну и конечно есть Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Управляется все это дело предустановленным Windows 10 Pro. Веб-камера. Она 0,3 Мп с разрешением 800х600. Для тех, кто любит общаться, по сети нон-стоп может не подойти. Ну а для использования раз в 200 лет, почему бы и нет, пусть будет. Если смотреть на веб-камеру в режиме ноутбука, она расположена снизу, при этом рядом с ней стерео микрофон. В режиме планшета камера окажется сверху. Теперь пару слов про экран. Он здесь 11,6 дюйма. IPS матрица выдает разрешение 1366 на 768. Как и говорилось ранее, он сенсорный. Свайп вверх, свайп вниз. Отклик отлично. Пытаемся порисовать. У меня тут как раз завалялся старый бесхозный стилус. В принципе с небольшим отставанием, но все же получается сделать рисунок. Клавиатура и тачпад черные, красиво контрастирующие с серебристым корпусом. Тачпад большой и удобный. Клавиатура тоже не маленькая. Нажатие клавиш четкое, мягкое и тихое, что приятненько. Снизу ноутбука расположились стереодинамики. Звук высокочастотный, чистый и громкий. Дребезжания не наблюдается. Пробежимся по разъемам. Их здесь не так, чтобы много. Слева мы видим разъем питания. Порт USB 3.0 и мини-HDMI. Справа расположились универсальный мини-джек, то есть наушники с микрофоном, USB 2.0, карт-ридер microSD и кнопка включения. Далее запускаем тест. Ну понятно, минимальное значение. Как вы понимаете, аппарат не предназначен для использования тяжелых программ. Сложные экселевские таблицы не для него. Игры, монтаж, светокоррекция, работа с графикой тоже мимо. Зато, если вам нужно быстро и мобильно провести презентацию, пожалуйста, посидеть поработать в офисе, в кафе, да в любом удобном месте, пожалуйста. Фото, видео, кино, конечно, легко и непринужденно. Но и посерфить в интернете тоже без проблем. Во всех этих задачах каких-то страшных тормозов мы не заметили. Без лагов проигрывается 4К-видео в ютубе. В нагрузке ноутбук греется совсем не сильно, что удивительно, так как он имеет пассивное охлаждение и не издает никаких звуков. При спокойных задачах серфинг, работа ворд или просмотр фильмов, ноут вообще остается холодным. Аккумулятор в устройстве 4000 мАч. Это до 4-5 часов беспрерывной работы. Хватит для просмотра пары фильмов. Ноутик весит всего 1 килограмм, а значит, его спокойно сможет таскать с собой даже ребенок. То есть, для школьников он подойдет в самый раз. Ну и, конечно, при такой эргономике самое что ни на есть идеальное решение для путешествий. Очевидно же. Что ж, а на этом наш обзор подошел к концу. В качестве резюме я скажу всего лишь про цену этого девайса от Ирбис. 14500 рублей. Очень по-божески, учитывая, насколько он удобен. Понравился наш обзор? Как следует ставьте лайки, комментарии и подписывайтесь, если в состоянии это сделать. Спасибо за просмотр и до новых встреч!